Еще одно чудесное начало дня на сказочном острове. Его мы посвящаем осмотру, собственно, города, который носит такое же название, как и сам остров. В начале экскурсии туристов привозят на змеи-фирму. Здесь рассказывают о нравах змей и показывают смертельные ноги поцелуй кобры. Кстати, ядовитые железы у змей не удалены, и в конце действия продемонстрируют, как у змей берут яд. По красивой легенде, это отчаянное доставление буты, он когда-то подкоснулся к этой змее, делал ее в священном учительством, наделал телевизорные свойства, и, потому что, до сих пор, человечество использует фирму тенни. Дрезеровки непочиняются, хотя их не признают, но поведение змей очень предсказуемо. Махины легко работают, на связи с этим можно закинуть, на теле движения, на действия света, следующее вибрации и так далее. Никогда на людей сами не нападают, тем более не догоняют для того, чтобы не укусить. Это всех, проще змей касается, люди должны об этом знать, потому что очень много лишних страхов. Если вы, конечно, на людей у нас сутили, имеете себя достойчиво, агрессивно подушные дни, она очень много раз произойдет шипение. Если вы не понимаете, если объект удаляется от нее, она в крайнем случае, в защите своей жизни, она может укусить. То есть, яд они просто так не тратят, все люди должны это назвать. Я сделаю это, что они для нас представляют опасность. Темное время суда, когда мы их видим, они у них плохо берут. Сейчас они видят всего 10% построения с нашим, то есть в виде облика эффективной. Узнаете, можно ее даже образцовать при правильном знании его всех особенностей этой жизни. Это настоящий видовик измей. Нам сейчас яд и суда покажут. Это настоящий кубрый. Из всего природы и всего запрессонная ящика, с лишами свежебыловленный. Измейлиный яд используется при изготовлении лекарств и косметических средств. О них подробно расскажут и покажут. Если какой-то препарат заинтересует, его можно тут же приобрести. В экскурсионную программу входит осмотр только одного монастыря. Бат-Чалунг сравнительно новый. Он был построен в конце 19 века. С террасы главного храма открывается красивый вид. На всю территорию монастыря. Бат-Чалунг 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 Следующие две остановки запланированы на производстве латексных изделий и ювелирной фабрики. Продолжение следует... На все это занятно посмотреть, но, наверное, имеет смысл только для тех, кто хочет приобрести латексные подушки и матрацы или ювелирные украшения. Кстати, на ювелирной фабрике предлагают желающим почистить золотые украшения. На этом экскурсия заканчивается. По сути, самого города мы и не видели. Поэтому продолжаем самостоятельную прогулку под хрикетом. В городе сохранилось много старинных культовых сооружений и колониальная застройка центральной части города. Китайский храм Чжуй Туй является местом паломничества верующих во время вегетарианского фестиваля. Китайский храм Чжуй Туй является местом паломничества верующих во время вегетарианского фестиваля. Ватман Кон Немид построен в стиле Ратанакасин. Украшает храм великолепнейшая резьба. Остерегут его грозные трехглавые наги. ГРУИТ Китайский художник Китайский храм Китайский храм Мfits Возле каждого вата обязательно растет дерево бодхи или баньян, ведь именно под таким деревом Будда обрел просветление. В южной части города находятся лучшие образцы сино-португальской архитектуры. В основном это длинные узкие китайские магазинчики, красиво орнаментированные в духе европейской эклектики XIX века. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Центр города окружает особняки в колониальном стиле. Некогда они принадлежали китайским оловянным королям. В лучших из них сейчас размещаются банки и различные офисы. В нижних этажах большинства зданий размещаются маленькие магазинчики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уставшие, но довольные возвращаемся в отель на общественном транспорте, что само по себе также является туристической аттракцией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...